История полна загадочных событий, нераскрытых дел, запутанных обстоятельств. Что стоит за блистательными победами и великими свершениями? Кто скрывается за тайными заговорами и сокрушительными поражениями? Ответы на эти вопросы знает Дмитрий Дзибров. Неизвестные подробности, удивительные факты, достоверные источники. Все это хранится в его секретной папке. В мае 1944 года газета Daily Telegraph опубликовала кроссворд, который вызвал настоящий шок в британских и американских контрразведках. Среди ответов значились такие слова, как «Оверлорд», «Непсун», «Амаха», «Юта», «Малбери» и прочие. Дело в том, что все эти названия служили кодами в сверхсекретной совместной операции вооруженных сил США и Великобритании, намеченной на начало июня. Как такое могло произойти? Кто стоял за этой чудовищной утечкой сверхсекретной информации? Составитель головоломки, 54-летний Леонард Сидни Доу, был проверен спецслужбами досконально. Немецким шпионом он точно не был. Однако и объяснить выбор слов так и не смог, назвал его чисто случайно. Несмотря на это, более чем странное совпадение, отменять грандиозный десант на материка, именно о нем шла речь не Сталин. Слишком долго готовился этот удар по гитлеровской Германии. Слишком долго его ждала оккупированная Европа. Слишком долго о нем просил Советский Союз, три года сдерживавший натиск фашистского вермахта, практически один на день. Утром 5 июня из британских портов Нью-Хевена, Саут-Гентона, Веймута, Плимута, Фалмута и Портсмута вышли корабли с десантом. Меньше чем через сутки этим солдатам предстояло либо взять Атлантический вал, как называли фашисты, свою береговую линию обороны, либо погибнуть. Наша высадка не привела к удержанию плацдарма, и я отвел войска. Мое решение атаковать в это время и в этом месте было основано на той информации, которой я располагал. Войска авиации и флот сделали все, что могли сделать храбрость и верность долгу. Если кто-то виновен в неудаче этой попытки, то это только я, Дуайт Эйзенхауэр. Эту записку нашли в кармане мундира командующего экспедиционными силами союзников генерала Эйзенхауэра. Он заготовил ее на случай провала высадки в Нормандии. Ведь покидая в начале июня южные берега Англии, никто не мог предсказать, чем закончится эта самая грандиозная и самая авантюрная десантная операция в истории человечества. Немецкое командование не питало иллюзий, поэтому ожидало англо-американский десант в полной боевой готовности. Правда, в другое время и в другом месте справедливо полагают, что союзники будут атаковать один или сразу несколько портов в районе пролива Паде-Кале в самом узком месте Ла-Манша. Эйзенхауэр всячески поддерживал эту уверенность противника, в том числе и относительно места будущей высадки. С мая воздушная разведка Люфтваффе докладывала о появлении на английской стороне Паде-Кале крупной группировки войск с большим количеством танков и самолетов. В Берлине и подумать не могли, что речь идет о форменном надувательстве, в прямом смысле слова. Англичане и американцы готовили надувную резиновую армию, задачей которой являлось отвлечение врага от истинных мест дислокации основных сил союзников. Нанести удар они планировали по пустынному и широкому побережью Нормандии в 300 километрах западней от Паде-Кале. Идеальным для высадки считались трое суток июня, пятое, шестое и седьмое с самыми высокими приливами. Помешать десанту могла только погода, туман, ветер и сильные волны, что и произошло. Операцию, запланированную изначально на пятое число, пришлось перевести на сутки. И все равно погода оставляла желать лучшего. Все началось на рассвете 6 июня 44-го. Союзникам предстояло десантировать более 150 тысяч английских, американских и канадских солдат. Это было началом самого долгого дня — Дня Де. Как позже назовут его те, кому посчастливилось дожить до следующего утра. Эдди Уоллес находился в рядах тех, кто высаживался в Нормандии 6 июня 44-го года в составе расчёта крупнокалиберного зенитного орудия. Тогда ему было 20 лет. Главной задачей, когда открылась носовая часть, и мы прыгнули в воду, было убраться с пляжа как можно быстрее. Приказ идти вперёд, несмотря ни на что, не оглядываться по сторонам. Если твой товарищ ранен или убит, оставляй его и беги дальше. К этому времени предыдущая волна десанта уже ушла вглубь. Вокруг нас плавало много мёртвых тел. Это были те, кто высаживался первыми. Высадка в рамках морской операции «Нептун» проходила одновременно в пяти секторах. На пляже с условными названиями Юта, Маха, Голд, Джуна и Сворд. Первые два атаковали американские войска, третий и последний — британские. Между ними наступали канадские части. Восьмикилометровый пляж Джуну. Это был канадский сектор. Союзники сумели захватить плацдарм в течение трёх часов, и потому здесь потери были сравнительно небольшие — 340 человек убитых и 574 раненых. Вы не поверите, но прямо на берегу стоял солдат-регулировщик и направлял движение войск влево, вправо или по центру. Войск какого полка? Баттуда. Я не знаю, остался ли он в живых. Вряд ли, ведь немцы всё ещё владели этим участком побережья. Самые ожесточённые бои развернулись на пляже Амаха. Артподготовка и бомбардировка не дали ожидаемого результата из-за тумана. Бетонные доты, врага, как и прочие укрепления здесь оказались нетронуты. Так что десант был встречен плотным огнём. Из первой волны уцелели единицы солдат. Лучше всего эту ужасную сцену иллюстрируют кадры художественного фильма «Спасти рядового Райана». За несколько часов на пляже погибли более трёх тысяч солдат. Это самые значительные потери дня Д. Для сравнения, на соседнем участке Юта в списке погибших значились всего 197 американцев. Войска вышли на берег не в том месте, где нужно. Они оказались на пляже 30 метров в ширину во время максимального прилива. И перед ними была отвесная скала, на которой стояли немецкие орудия и пехота с пулемётами. Весь пляж простреливался насквозь. Те парни из 29-й дивизии были очень храбрыми людьми, но, если честно, командовали ими ослы. Первая волна десанта была уже на берегу и не могла идти дальше. Вторая высаживалась туда же, куда им деваться, создавая полный хаос. А следом шла третья волна. Сегодня на пляж Амаха приезжает огромное количество туристов. Сюда едут не только французы, но и англичане, и, конечно, американцы. Ведь именно в этом секторе, Амаха-бич, развернули самые кровопролитные бои за плацдарм, где рейнджеры США сотнями гибли в воде на песчаных берегах при штурме этих высот. И все-таки они сумели покорить Атлантический бал. Общие потери союзников 6 июня составили порядка 9 тысяч человек, в несколько раз больше прогнозируемых. Не слишком эффективны оказались бомбардировка и артобстрел. Слепые из-за тумана, опасаясь попасть в своих солдат, пилоты и артиллеристы осторожничали и мазали по врагу. От бомб и снарядов больше пострадали жители прибрежной зоны, чем фашистские гарнизоны. Не оправдали себя и танки-амфибии Шерман. Из 32 машин до берега добрались всего 2, 27 просто утонули. В воде погибли многие солдаты, поскольку десантные катера и баржи зачастую не доходили до кромки суши, высаживая бойцов на двухметровой глубине. Берлин сохранял спокойствие. В Ставке Гитлера были уверены, сбросить десант обратно в море не составит труда. Ведь чтобы сохранять наступательный потенциал армии вторжения, ежедневно потребовались бы тысячи солдат и единиц техники. А для этого нужен порт, ближайший из которых находился от места высадки далековато. И тут союзники удивили противника еще раз, соорудив не один, а сразу два порта. Буквально в чистом, ну не поле, а море. В небольшом французском городке Романш в Нижней Нормандии и сегодня можно увидеть гряду необычных бетонных рифов, полукольцом охватившую значительную часть акватории. Это остатки гавани Малберри, искусственного восьмикилометрового порта, состоявшего из защитного мола и плавучих пирсов, позволявших одновременно разгружать до семи крупнотоннажных кораблей. В час дня, 7 июня 1944 года, уже на следующий день после высадки, здесь начали затапливать старые корабли. За 4 дня затопили 17 кораблей. 10 июня затопили около 115 кессонов, каждый из которых весил до 6000 тонн. Это позволило надежно защитить гавань от волн. Изначально было создано два порта — Малберри-А в районе пляжа Амаха и Малберри-Б в секторе Голд. И уже 17 июня начался прием каботажных и десантных судов. Но спустя несколько суток гавань Малберри-А была уничтожена. Германская армия тут совсем ни при чем. Искусственный порт не выдержал трехдневного шторма, самого сильного за предыдущие полвека. Впрочем, одного уцелевшего порта союзникам тоже вполне хватило. Малберри-Б функционировал в течение пяти месяцев и за это время принял 4 миллиона тонн грузов, 2 миллиона солдат и 500 тысяч единиц техники. При полной воде оценить масштаб этого порта довольно сложно. Волны надежно скрывают кессоны, пролежавшие на дне 70 лет. Но как только море уходит, открывается впечатляющая картина. Бетон и деревянные конструкции. Все покрыто водорослими на высоту в полтора или даже два человеческих роста. Видно, куда поднимается вода. Вот так выглядели кессоны, искусственные рифы, которые гасили волнение в гавани Малберри. В принципе, со своей задачей они вполне справились. Гавани Малберри имели еще одно название — «Порты Уинстона» в честь Уинстона Черчилля. Считалось, что именно он озвучил героргическую идею на первой, самой важной стадии вторжения — обойтись без захвата крупных морских портов, а сделать их своими руками. Несмотря на все технические новшества и инженерные хитрости, назвать продвижение союзников вглубь Европы удачным было нельзя. Успешная высадка в Нормандии, она союзникам не обеспечила быстрого прорыва с этих захваченных плацдармов. Местность там была довольно сложной. Были так называемые «бокажи», живые изгороди, которые мешали даже танкам. Не говоря уж о пехотинцах. Наступление затягивалось. Местами бои переходили в позиционные, что играло в пользу вермахта. Эту тактику немецкие генералы позаимствовали на Восточном фронте у русских, которые, в свою очередь, внимательно следили за развитием событий в Европе. Открытие Второго фронта для них уже не имело принципиального значения. Красная армия была в состоянии уничтожить врага в одиночку, что, собственно, и делало предыдущие три года. Советские войска стояли на границах Европы, добивая остатки фашистской группы армий «Центр». Происходящее даже союзники верили с трудом. Блистательные результаты операции «Багратион» пришлось подтверждать наглядно, проведя по улицам Москвы почти 60 тысяч пленных солдат и офицеров вермахта. Вот они, побежденные, живое свидетельство наших побед. Только тут стало понятно. Союзникам крупно повезло, что они вообще успели высадиться в Европе. Конец войны был близок. Вопрос месяцев, а не лет. Так что договариваться с СССР о послевоенном устройстве мира было намного сложнее, будь армия США и Великобритании все еще на островах. Прямо поставлена была задача о недопущении, так сформулировано, недопущении Красной Армии в Европу. То есть открытие Второго фронта в такой момент, чтобы успеть дойти до Берлина раньше. С этим-то и вышла главная загрузка. И даже более того, когда в конце 1944 года войска союзников уперлись в оборонительную линию Зигфрида на границе Германии, им потребовалась помощь Красной Армии. Вислоутерскую операцию в январе 1945-го советская армия начала на две недели раньше намеченного срока, чтобы облегчить положение американцев и англичан в Орденах, где они из последних сил сдерживали контрнаступление вермахта. Вряд ли кто-то из воинов Красной Армии сильно радовался этому обстоятельству. Все было ясно, за жизнь американских и английских солдат придется платить своими собственными. В то время как сами эти солдаты не слишком спешили спасать русских бойцов в 1941-м. За три года войны словосочетания Второй фронт стало уже нарицательным. Союзники исправно кормили СССР обещаниями открыть его в Европе против Германии. Еще кормили тушенкой по ленд-лизу, которую красноармейцы Остросновы и прозвали Вторым фронтом. Сколько раз наши бойцы открывали этот Второй фронт, не сосчитать. 12 июля между странами было заключено соответствующее соглашение. Спустя шесть дней Старик пишет Черчилль письмо, где впервые просит об открытии Второго Западного фронта против немцев. Из письма Иосифа Сталина от 18 июля 1941 года. «Я представляю трудность создания такого фронта, но мне кажется, что несмотря на трудности, его следовало бы создать не только ради нашего общего дела, но и ради интересов самой Англии. Легче всего создать такой фронт именно теперь, когда силы Гитлера отвлечены на восток, и когда Гитлер еще не успел закрепить за собой занятые на востоке позиции». Однако англичане не спешили ввязываться в битву на материке. Черчилль ответил Сталину в том духе, что пока начальники штабов не видят возможности провести успешную операцию в Европе. «В начале войны в 1941 году Черчилль вообще не очень верил в то, что Советский Союз может противостоять Германии. Он считал, что Гитлеру удастся его блицкрик, и поэтому, конечно, посылать свои войска в тыл Германии, в Западную Европу, ему это было совершенно невыгодно». В середине августа была составлена Атлантическая хартия, положившая начало созданию антигитлеровской коалиции, в которой присоединился и Советский Союз. Однако вместо открытия фронта против Германии союзники пока ограничились скромной военной помощью. Черчилль, например, распорядился немедленно подарить Красной Армии 200 истребителей. Мол, чем можно? К слову сказать, минимальные потребности советских войск на то время, учитывая огромные потери, составляли 400 самолетов и 500 танков ежемесячно. Так становилось и более очевидным, что союзники ведут двойную игру. А как это еще можно назвать? Если в глаза Черчилль говорил о необходимости вместе и как можно скорее давить врага в его осинном гнезде, то за глаза с удовлетворением наблюдал, как вермахт и Красная Армия перемалывают друг друга. Второй фронт в Европе казался ему преждевременной и пустой тратой людских материальных ресурсов. В то время как под шумок канонады на Восточном фронте можно было решить свои насущные, а значит, более отвечающие имперским убийцам Великобритании задачи. Черчилля больше интересовало Средиземноморье, короткий путь к колониям Англии и Франции. Премьер-министр предлагал не ломать зубы об атлантические берега, а действовать, как он сам выразился, в мягком подбрюшье Европы, сражаясь с фашистами в Северной Африке и на Балканах. Можно было легко высадиться на берег, а дальше это подбрюшье резко становилось твердым, ввиду того, что любые дороги в сторону Германии вели к узким горным дефиле. Поэтому любая высадка в Средиземноморье не давала решение главной задачи разгрома Германии. США на тот момент еще не вступили во Вторую мировую войну, хотя и на нейтралитет их действия были не слишком похожи. Америка активно помогала Великобритании, затем оказывала материально-техническое содействие СССР. Причем на возмездной основе. За возможность дальше бить общего врага мы платили золотом. Впрочем, назвать это помощью трудно. Еще и потому, что лидеры США не скрывали особые нюансы своей внешней политики. Например, руководитель Чрезвычайного комитета по исследованию программы вооружения Гарри Трумэн, следующий президент США, еще 24 июня 1941 года дал весьма характерное интервью «Нью-Йорк Таймс». Трумэн заявил, известно его изречение, кому надо помогать, если будет побеждать Германию, помогать Советскому Союзу, если побеждать будет Советский Союз, помогать Германии, пускай как можно больше убивают друг друга. Так что американскую военную помощь нашей стране можно вполне объяснить полосой неудач Красной Армии в первый период войны. Затем Трумэн нашел ей новое, но не менее рациональное объяснение. Деньги, истраченные на Ленд-Лиз, безусловно, спасали множество американских жизней. Каждый русский, английский или австралийский солдат, который получал снаряжение по Ленд-Лизу и шел в бой, пропорционально сокращал военные опасности для нашей собственной молодежи. В 1941 году тактика союзников была построена на накапливании ресурсов и изматывании Германии силами русских. Но вскоре многое поменялось. На Западе после нападения японских ВВС на Пёрл-Харбор вступили в войну США, на Востоке потерпел первое крупное поражение вермахт. Советские войска отстояли не только, казалось бы, уже потерянную Москву, но и отодвинули немецкую армию на сотни километров. Практически мы перемололи 900 тысяч. И это не просто перемолотая армия была. То есть это цвет армии был. Те, которые шагали по Европе и так далее. То уже тут не риторика, а уже шла конкретика. Победы Красной Армии стали настоящей сенсацией. Народы США и Великобритании требовали от своих правительств немедленной помощи мужественным русским. Однако Рузверт и Черчилль не спешили спешить. На первой Вашингтонской конференции, прошедшей на стыке 1941 и 1942 годов, они выработали единые планы на наступивший год. Планы, которые до поры должны оставаться тайной для СССР. Союзники и не подозревали. Во всех секретных соглашениях очень скоро становилось известно Сталину. Он не мог просто полагаться на их джентльменское слово. Больше всего Сталин опасался, что Англия и Америка смогут договориться за его спиной. И не только между собой, еще и с Гитлером. Сепаратные переговоры с Германией могли спутать Кремлю все карты и серьезно осложнить ситуацию на всех фронтах, включая политические. В свое центральное место большой тройки Сталин наступать не собирался, поэтому живо интересовался истинными планами союза. 25 января 1942 года Сталину, Молотову, Берии и Меркулову Передаем содержание полученного разведуправлением НКВД СССР из Лондона агентурного сообщения о переговорах Черчилля и Рузвельта в Вашингтоне. Сообщение составлено проверенным источником на основании ознакомления с документами бесед с различными работниками дипломатических и других представительств США в Англии. Согласно достигнутым договоренностям между Рузвельтом и Черчиллем, основное внимание в 1942 году союзники планировали уделить боям с немцами в Северной Африке. Об открытии Второго фронта в Европе речь даже не велась. В США и Великобритании СССР имел разветвленные разведывательные сети. Пожалуй, одни из самых лучших, поэтому Сталин вполне доверял получаемой информации. Работали легальные резидентуры в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско. Работали очень активно нелегальные резидентуры. Располагали достаточно серьезной агентурой и информацией. В Великобритании интересы Советского Союза облюла так называемая Кембриджская пятерка. В английской разведке Ким Филби, в военной контрразведке Энтони Блант, в военной разведке Гай Бёрджис и Джон Кернкросс, в британском МИДе Дональд Макклейн. И по роду своей службы он имел доступ к очень многим важным секретным документам. Это и переписка Рузвельта и Черчилля, это переписка министра иностранных дел Идена со своими послами, это переписка Черчилля с главами других государств и правительств. Несмотря на заключенное между Великобританией и Советским Союзом договор о сотрудничестве разведок, на деле оно сводилось к весьма формальному обмену сведениями. Более того, англичане держали в строжайшей тайне, что еще в мае 41-го, захватив подводную лодку Ю-110, раскрыли код Энигмы немецкой шифровальной машины. Англичане получили доступ к шифрам секретной немецкой переписки Верховного командования с штабами групп, армии и другими подразделениями вермахта. Однако, несмотря на союзнические обязательства, в 43-м году Великобритания не стала делиться с Советским Союзом перехваченными планами Берлина относительно летней кампании в районе Курского выступа. Впрочем, об этом Сталин все равно узнал. И именно из Лондона, благодаря кембриджской пятерке. За годы этих событий в августе 42-го года Москву посетил Черчилль и лично общался со Сталином. Глава Советского Союза встретил английского гостя не только хлебом с солью, но и грузинским вином, при этом прямо обвинив союзников в нежелании сражаться. Взял его образ, выражаясь за пуговицу, за рюмкой чая. Вот он прямо говорил, вот то-то-то-то-то-то-то. И Черчилль в своих меварах пишет, приходилось это прогладывать, но и приходилось выполнять. С волей Сталина было очень трудно спорить. Черчилль пообещал Второй фронт в следующем году, надеясь, что советский лидер успокоится. Хотя бы на время. Сам же в уме держал операцию «Факел» в Северной Африке, намеченную на осень, что практически исключало вероятность высадки в Европе в 43-м году. В январе нового 43-го года Черчилль и Рузвельт официально встречаются в марокканской Касабланке, освобожденной к тому времени от прогерманского режима Виши. Сталин тоже приглашен, но вынужден отклонить его по уважительной причине. В России Красная армия громит немцев под Старинградом. Союзники спешат воспользоваться отсутствием лидера СССР и договариваются открыть второй фронт в Европе не ранее 44-го года. Черчилль, Сталина уверяет, что открытие второго фронта переносится на август-сентябрь 1943 года. Они его фактически обманывают. В апреле 1943 года из Нью-Йоркской резидентуры приходят сообщения о том, что на самом деле ни в августе, ни в сентябре, вообще в 1943 году они не планируют открывать фронт. Нечестная игра партнеров для Москвы давно перестала быть новостью. Она выражалась не только в умалчивании важной для Красной армии информации, не только в нарушении обоюдных договоренностей, но и в откровенно враждебной работе против СССР. Каждая из разведок решала свои задачи. Англичане тоже. И в тот период англичанами была создана в Тегеране разведывательная школа, в которой они готовили агентуру для заброски на территорию Советского Союза, первую очередь на территорию Закавказских республик наших. Британскую разведшколу удалось внедрить в советского разведчика. Георгу Вартанену было тогда всего 18 лет, и английские вербовщики даже подумать не могли, что молодой человек уже несколько лет работает в иранской резидентуре спецслужб СССР. Уникальная возможность совместить, как говорится, приятное с полезным, поработать на благо Родины, а заодно подучиться. Они там научили нас и радиоделу двухстороннее, и приемы, и передачи, научили шифровки, научили подыскивать тайники, научили, как вербовать людей и так далее. В общем, все то, что было необходимо для разведчика, они все учили. Позже Георг Вартанен примет участие в обеспечении безопасности Тегеранской конференции. Первая очная встреча лидеров «Большой тройки» Сталина, Рузвельта и Черчилля, которая состоялась в ноябре 43-го года. К тому времени Сталин возглавил политическое трио и мог диктовать условия. Советские войска окончательно переломили ход войны, повернув врага вспять. Теперь союзникам стоило поспешить самим, что первым понял американский президент. У Рузвельта появился союзник в лице Сталина, который, как говорится, организовал второй фронт против Черчилля, против более осторожного английского премьера. В Тегеране вопрос был решен окончательно, и темпы подготовки к высадке, они набрали тот темп, который делал ее уже неотвратимой. Эта операция, назначенная на лето 44-го, получила название «Оверлорд» – «Владыка». Успех могло обеспечить то обстоятельство, что противник не должен был знать место и время вторжения. Чтобы сбить немца в столку, союзники затеяли широкомасштабную дезинформационную операцию. Историки уверены, скандал с «Красвордом Делит Телеграф» и ее части. Тайные игры британская разведка. Мол, чем чаще встречаются кодовые названия, тем меньше они привлекают внимания немецких спецслужб. Рано или поздно, правда, выяснится, пока же она покрыта грифом совершенно секретно. В течение полугода шла титоническая работа. Инженеры отливали бетонные кессоны для портов Малбери. Эта странная флотилья отправится к берегам Франции уже вечером 6 июня. Морскую часть операции союзники решили поддержать не только с воздуха, но даже из немецкого тыла. И не просто силами французского сопротивления, хотя и на него возлагались большие задачи, а с помощью грандиозного воздушного десанта. Зона высадки считалась крайне сложной. Помимо зенитного прикрытия, гитлеровцы подготовили немало неприятных сюрпризов. Обычные минные поля и поля с так называемыми «шпагами роммеля», которые представляли собой высокие колья с привязанными наверху минами. Такие же ставили в море у самого берега. Ноу-хау немецкого фельдмаршала. Ответ союзников был не менее изобретателен. Чтобы обмануть противника и отвлечь его силы, с самолетов на парашютах сбрасывают небольшие тряпичные куклы. Они получили имя Руперт. Определить с земли истинный размер Руперта на глаз было практически невозможно. К тому же куклу начиняли петардами. При приземлении они начинали рваться, имитируя автоматные очереди. Вот что они используют. Если они выбросили столько манекенов, то этому должно быть объяснение. А вот еще одна хитрость, придуманная союзниками. Чтобы помочь парашютистам-десантникам идентифицировать друг друга в темноте, придумали вот какую штуку. К привычному паролю отзыв добавилось кое-что. Для того, чтобы определить, кто свой, кто чужой, союзники решили использовать простенькое приспособление под названием «курики» по-английски. Сверчок. Смотрите. Щелк. В ответ должны поставить из темноты два. Ответ на щелчка. Щелк-щелк. Вот так мы и поняли. Перед нами свой. И все же высадка прошла не по плану. Негативную роль сыграли плохая погода, отсутствие среди летчиков большого количества опытных штурманов, недооценка возможностей и сил противника. И все же высадка прошла не по плану. Негативную роль сыграли плохая погода, отсутствие среди летчиков большого количества опытных штурманов, недооценка возможностей и сил противника. А вот еще один манекен, но с ним связана другая история. Он завис на крыше церкви в небольшом нормандском городке Сен-Мер-Эглис, известном во всей Франции. Этот манекен остается здесь по сей день в память о трагикомичном случае, который произошел здесь ночью 6 июня 44-го года. Рядовой 505-го полка оснец 2-й воздушно-десантной дивизии Джон Стил зацепился парашютом за церковь и стал безвольным наблюдателем за боем, который вели его товарищи, выброшенные по ошибке, в самой гуще немецких войск. Он был ранен в ногу. Сначала американец хотел разрезать стропы парашюта ножом. Уж лучше разбиться насмерть, чем стать живой мишенью, но уронил нож вниз. И он висел тут еще два часа, после чего немцы сняли его и взяли в плен. Через пару дней Джону удалось сбежать. Он вновь присоединился к союзникам и закончил войну здесь, в Нормандии. Парашютный десант по большей части себя не оправдал. Союзники понесли серьезные потери. Только при высадке погибли и пропали в лезвести более двух тысяч солдат. Тем не менее, некоторые задачи выполнить все же удалось. Как, например, мост под названием «Пегас», захваченный войсками союзников в Нормандии. Крылатый конь был изображен на эмбреме 6-й воздушной британской дивизии, которая высадилась здесь и удерживала мост в течение полусуток до подхода основных сил. Мост был важен не только для союзников, но и для немцев, поэтому хорошо охранялся. Однако бесшумное приземление трех планеров для его гарнизона оказалось полной неожиданностью. Первый планер опустился в 0.16 в 45 метрах от моста, второй в 0.17, третий в 0.18. Мост взяли очень быстро, буквально за 10 минут. Потери составили двое убитых и 14 раненых. Этот дом сохранился с той самой поры. 70 лет назад здесь точно так же находилось кафе, хозяин которого Джордж Гандре на радостях угощал первых освободителей шампанским, которые хранил в тайнике с начала оккупации Франции. Его младшей дочери Орлетти тогда было 4 года. Мама сказала, что пришли британские солдаты. Мы выбежали на улицу, а они дали нам печенье и шоколадо. Мы не ели ничего такого уже очень долго. Отец предложил расположиться в нашем доме. Тут разместили раненых. С тех пор у нас традиция. Вечером 5 июня я угощаю ветеранов шампанским, чтобы в их лице поблагодарить тех солдат за наше освобождение. Это было только начало. Впереди союзникам предстояли тяжелые бои во Франции, Бельгии и самой Германии. Правда, вот в Берлин они так и не успели, встретившись с Красной армией на Эльбе, западней столицы Трезьего рейха 25 апреля 1945 года. Общая цифра потерь Англии и Америки в Европе составила около полумиллиона человек. Все эти войны и те, кто пал, и кому повезло дожить до победы, сделали немало. И все же гораздо меньше тех, кто 4 года сдерживал фашистов, кто гнал их до самого Берлина. Там, на Восточном фронте. Вот их могил все считать почти невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok